...проблемы антибактериальной резистентности в акушерстве. Спасибо большое, Игорь Ростиславович. Уважаемые коллеги, мы даже идем с небольшим опережением, поэтому позволю себе чуть-чуть выйти за рамки регламента на 2 минуты, потому что проблема действительно очень серьезна. Ну, немножко о печальной статистике. К большому сожалению, сепсис в структуре материнских потерь занимает ведущие места. Обратите внимание, что в течение многих лет он занимает третий. В 2014 году даже на втором месте был в структуре материнской летальности. Печальные факты нас преследуют и до сегодняшнего дня. Только за одну эту неделю, в прошлую пятницу, умерла одна больная в Киеве от сепсиса. Вот буквально позавчера еще одна больная тоже от сепсиса во Львове, от кушерского сепсиса. Эта проблема не только украинская. Обратите внимание, что на сегодняшний день ВОЗ дает печальную статистику о том, что почти 7 миллионов случаев сепсиса акушерского встречается в год. Причем в развитых странах, штатах и Европа по полмиллиона в год. Ну и смертность достаточно высокая, в среднем 33%. Ну и вот что происходит. На сегодняшний день ситуация складывается не очень благополучно. Обратите внимание, в 1998-2000 год. Встречаемость акушерского сепсиса была 6,5 на 100 тысяч родов. Еще через 7 лет мы получаем совершенно другую статистику. В два раза выше, 13,8 на 100 тысяч. Что же происходит? А происходит то, что, к сожалению, вот то, о чем уже говорил доктор Вадим, о том, что происходит резистентность флоры, потому что мы не всегда оправданно используем антибактериальные препараты. Источники в акушерстве абсолютно четкие и понятны. Как правило, это полиинфекция, вызванная громпозитивными коками, громнегативными анаэробами и иногда бывают, что и простейшими. И вот 14-й год, данные наших великобританских коллег, исследования тяжелого акушерского сепсиса в Великой Британии, что же вызывает акушерский сепсис? Прежде всего, на первом месте это кишечная палочка эшерихиоколи и стрептококки группы А. И на третьем месте это золотистый стафилококк. Но вот что происходит с флорой. Данные не такие уже и свежие, но, к сожалению, очень печальные. Обратите внимание, что по данным ламбаза уже имеет место до 70% резистентность флоры к тетрациклину, макролидам и клиндомицину. Это та флора, которая встречается в акушерско-гинекологической практике. Другая работа, достаточно новая, 16-го года, показывает о том, что резистентность именно стрептококка и эшерихиоколя, то есть тех микробиологических факторов, которые вызывают акушерский сепсис, уже к клиндомицину и эритромицину, обратите внимание, до 50%. То есть проблема резистентности, она очень и очень серьезная. И вот очень интересное исследование СМАРТ. Я этот слайд демонстрирую очень часто. Обратите внимание, что здесь как раз исследована резистентность или чувствительность эшерихиоколи к тем или иным антибиотикам. Да, слава Богу, пока карбопинемы сохраняют свою еще достаточно высокую активность. К ним чувствительность порядка 100%. Но я бы хотел обратить Ваше внимание на вот эту фиолетовую линию. Что это такое, там плохо видно. Это СЕФТРИОКСОН, уважаемые коллеги. Я хотел бы поставить вопрос залу, а какой наиболее часто антибиотик Вы назначаете первым? Ответ, по-моему, всем известен. СЕФТРИОКСОН. Что касается кишечной палочки, это зарубежные данные. Но я думаю, что у нас уже можно было бы эту линию продолжить и вниз. То есть уже кишечная палочка, скорее всего, без СЕФТРИОКСОНа жить не может. А теперь очень интересный слайд. Частично уже Леся Владимировна затрагивала эту проблему. Зависимость антибиотикорезистентности в разных странах. Но сегодня о коррупции только ленивый не говорит. Поэтому я позволил себе привести такой слайд. Обратите внимание, что там, где низкий уровень коррупции, северные страны, это Голландия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, антибиотикорезистентность на очень низком уровне. И вот, пожалуйста, наши постсоветские страны, где еще не избавились от коррупции. Да, Литва, Латвия, Словакия, Италия тоже туда попала. Ну, Греция вообще отдельная страна, которая не подлежит какому-либо осмыслению. Они в своем мире живут. Только Евросоюз теперь на них жалуется сильно. Ну, 350 миллиардов постоянных субсидий, если бы нам хотя бы дали 30 миллиардов, а то дают миллиард, и все мы радуемся. Не знаю, кто отдавать теперь будет. Проблема антибиотикорезистентности, она действительно глобальная. И ВОЗ на сегодняшний день эту проблему поднимает постоянно. Но, что касается основного пути передачи инфекции, то хочу сразу сказать, что по определению ВОЗ это мы с вами. Наши руки. И вот плакаты разные предоставляются. Вот это 15-й год, что чистые руки сохраняют жизнь. Тут перечислена масса, это пропагандистские плакаты, ну, светлые очень слайды. Тут разные инфекции, которые мы с вами передаем в отделениях интенсивной терапии. И вот самые страшные вещи, которые передают инфекцию. Наш любимый унитаз, куда мы все, в общем-то, иногда попадаем, да? Вот, он в пять раз чище, потому что он постоянно смывается. Были даже предложения запретить использование гаджетов в отделении нейонатологии, в отделении интенсивной терапии. Но эти вещи настолько плотно вошли в наш обиход на сегодняшний день, что, естественно, отказаться от этого нельзя. И вот предлагаются такие вещи, что персонал, приходящий в отделение интенсивной терапии, должен свои гаджеты стерилизовать в таких целбластерах ультрафиолетом. Ну, японцы пошли немножко дальше. Они в 2015 году, в декабре месяце, предложили даже моющийся смартфон, который можно точно так же и необходимо мыть так же часто, как и наши руки. Теперь по поводу антибиотикотерапии. Сразу хочу сказать, уже Владимир Ильич этот вопрос поднимал, что в 2016 году, так же, как и в 2012, говорилось о том, что при поступлении пациентов в отделение интенсивной терапии с септическим шоком мы должны в течение 40, максимум 60 минут назначить уже антибиотики. Причем они должны быть широкого спектра действия, потому что доэскалационная терапия – это основа на сегодняшний день. Задержка, к сожалению, увеличивает летальность. Естественно, для того, чтобы был широкий спектр, вот Леся Владимировна уже тоже частично эту проблему поднимала, необходимо карбопинемы. На сегодняшний день у нас их 4 варианта – мепинем, меропинем и ортопинем и дорепинем. Фактически, и мепинем – это так называемая золотая середина, большой спектр грамм позитивной флоры захватывает, и почти такой же спектр грамм негативной флоры. Меропинем практически захватывает всю грамм негативную флору, и достаточно большой спектр грамм позитивной флоры. Эртопинем практически весь грамм позитивную флору и немного меньше грамм негативной флоры. Ну и дорепинем это золотая середина, у него спектр чуть шире, чем у тенама, назовем это так. И очень важный момент, который бы хотелось еще раз напомнить, о том, что для того, чтобы резистентность была меньше, то необходимо давать, во-первых, возможные максимальные дозировки, учитывая, конечно, почечную функцию. И, конечно же, придерживаться так, чтобы плазменная концентрация была выше, чем минимально ингибирующая концентрация. Для этого лучше использовать все-таки длительные инфузии. Но, к большому сожалению, тот же самый ТНМ, он неустойчив в растворе, поэтому его можно применять только болюсным введением. А вот меропинем и дорепинем можно применять достаточно длительно. И если уже мы назначаем меропинем, то лучше все-таки его с помощью хотя бы 4-часовой инфузии. А вот дорепином в этом отношении хорош, потому что до 12 часов стабилен в растворе, поэтому его можно применять с помощью длительной инфузии, с помощью перфузора. Теперь по поводу антибиотикорезистентности золотистого стафилокока. Ну, только ленивый не знает о том, что на сегодняшний день уже масса видов этой флоры, это МССА, МРСА, и, к сожалению, появились уже и ВИСА, и ВРСА. То есть ванкомицин-резистентные флоры. Что касается МРСА и флоры у беременных, опять же. Обратите внимание, что данные наших американских коллег говорят о том, что да, к сожалению, большому 25% беременных женщин являются уже носителями МРСА. Поэтому, если мы раньше всегда считали, что проблема полирезистентной флоры это проблема хирургических стационаров, то, к большому сожалению, на сегодняшний день мы подошли к той проблеме, что это проблема уже и акушерских стационаров в том числе. Ну и, безусловно, появление мультирезистентной флоры, в том числе и ванкомицин-резистентной флоры, приводит к тому, что если раньше у нас антибиотиком, как бы, резерва для гранпозитивной флоры, был тайкопланин и ванкомицин, то на сегодняшний день данные показывают, что все-таки ванкомицин выходит на второе место и выходит, слава Богу, сохраняется чувствительность к линезолиду, к азолидонам. Ну, линолит у нас, слава Богу, есть, в классика жанра это был зевокс из линезолидов. Он спас не одну жизнь, но на сегодняшний день наши, в общем-то, украинские антибиотики, линезолид, линолит работают очень неплохо. Ну, если речь идет о стартовой антибактериальной терапии при внутригоспитальной инфекции, то, на наш взгляд, все-таки вот эта вот комбинация аминогликозида, карбопинема и линезолида, она будет успешной в 90%. Что касается аминогликозидов, ну, народным антибиотиком, как сейчас, Севтриэксун, в свое время был гентомицин, и исследования, извините, Анатолия Ивановича Першинского в 2000 году показали, что в отделениях интенсивной терапии чувствительность гентомицину всего лишь 20-25%. Поэтому в свое время от гентомицина мы отказались, ему на смену пришел аминогликозид, который тоже на сегодняшний день достаточно часто назначается, но чувствительность к нему тоже, к сожалению, уменьшается. И, слава Богу, появился у нас тобромицин, который не использовался, поэтому на сегодняшний день это хорошая альтернатива, особенно если речь идет о грамм негативной флоре, в том числе о синегнойной палочке. Ну, о браксоне уже Владимир Ильич говорил, это единственный представитель тобромицина на сегодняшний день в Украине. Ну и что касается конкретно акушерской практики, то на сегодняшний день наш клинический опыт показывает, что все-таки для стартовой терапии тяжелых инфекций в акушерстве наиболее предпочтительное это старт карбопинема, клиндомицина и флюканазола, потому что такое сочетание достаточно неплохое. Вот меропинем, дорепинем или имепинем. Ну и немножко, два слова у меня буквально еще три минуты есть. На ошибках учатся или на примерах учатся, да, но это не есть ошибки. Наша клиника достаточно интересная, потому что мы занимаемся инфекционным акушерством. В год от 10 до 15 акушерских сепсисов проходит различной степени тяжести через наше отделение. Ну, как правило, это асоциальный контингент у нас, потому что раз это инфекция, это ВИЧ, сифилис, гепатиты разные, и только у нас всего лишь 15% это те пациентки, которые, скажем так, без инфекции. Ну, кому-то надо их лечить, да. Ну и вот одна из таких красавиц, 27 лет, 23 недели беременности, 27 лет, она на самом деле на вид 57, если не 67, беззубая, с шахтами, наркоманка действующая, длительная гипертермия в течение 10 дней, с одышкой поступает, ходить не может, потому что ноги распухшие, извините, объем голени левой 46 см, правой 38 см, там есть флеботромбоз тяжелый. Ну и вот такой снимочек при поступлении, ой, плохо как видно, но видно, что, в общем-то, сердечная сумка, да, вот она очень огромная. Диагноз, вот, тромбоэмболия, вот, легочной артерии, мелких ветвей, вот, токсические нефрозы, нефрит, потому что там мочи практически не было, ангиогенный сепсис, флеботромбоз, эксудативный перикардит, эксудативный плеурит, пневмония. Ну и ребенок тоже замер, вот, на УЗИ плод соответствует 23 неделям беременности, но, к сожалению, уже мертвый. Понятно, что на фоне такой интоксикации уже он жить не будет. Сделали бакпосев, вот, классика жанра, но, естественно, мы получили ответ через 8 дней, когда уже ситуация кардинально изменилась. И вот тут самое интересное, там, на предыдущем слайде, если видно, ах, не видно, дата 1 сентября 2015 года. Я почему обращаю внимание на 1 сентября? Все в отпусках, вот, человека социальный, и, в общем-то, как правило, для того, чтобы выходить этих пациенток, приходится складываться всему персоналу деньгами для того, чтобы стартовать с какой-то той или иной антибактериальной терапии. Родственников, как таковых, нет. Есть какой-то сожитель, который и только наркотики приносит, не более того. На этом все и заканчивается. И вот тут, естественно, понимаем о том, что пациентка может уберечь. И я по многим фирмам начинаю просить какие-то сэмплы, дайте хоть чем-то начнем лечить, потому что помогать надо. Ну, единственное, кто откликнулся, это Юрия Фарм. Они говорят, ну, вот у нас есть линолит, пожалуйста, есть броксон, возьмете. Ну, мысль такая, что линолит все-таки грамм позитивную флору забирает, броксон заберет грамм отрицательную флору. Ну, давайте будем стартовать. Ну, дозы здесь приведены. Было неинвазивное ИВЛ в течение трех суток. В принципе, там, слава Богу, с легкими больших проблем не было. Ну, естественно, вот, обязательно гепарин, вот, тысяча единиц в час, потому что флеботромбоз и тромбоэмболия мелких ветвей, потом перевели на варфарин. Вот, дренировали перикарты, туда забрали почти 700 мл жидкости. Обязательно энтеральное питание, слава Богу, кишечник работал тысяча килокалорий в сутки. Легкая дегидратирующая терапия с перинолоктоном, бета-спан, вот, 8 мг в сутки, квамотел. Ну, и к вопросу о том, как работают наши антибиотики. 10 сентября, ровно через 10 дней. То есть, к тому, что наши генерики тоже вполне работоспособны. Спасибо за внимание. Агрок.